На дворе март, а это значит пора заканчивать с обрезкой. Всегда на начало весны мы откладываем обрезку самых теплолюбивых культур, косточковых, а также молодых растений, молодых деревьев, которые сами по себе довольно чувствительны к подмерзаниям. И сегодня мы с вами будем проводить формирующую обрезку для молодого деревца груши Завея. Ему уже пошел 4 или даже 5 год, вы видите, чувствует она себя великолепно, о чем свидетельствует шикарный прирост, больше полуметра. Кстати, если у ваших деревьев прирост 20 сантиметров и меньше за год, это повод обратить внимание на их здоровье. Значит, им не хватает либо питания, либо ухода, возможно, кто-то повреждает. Но про нашу грушу сказать такого нельзя, несмотря на старания кротов. Кот работы не выполняет, вообще завалил всю службу. Итак, приступаем к обрезке молодой груши. В этом возрасте очень важно заложить у груши хорошие, правильные яруса. От этого заливисит ее и здоровье, и долговечность, и, как это ни странно, качество урожая. Ведь в загущенной кроне груши плохо прогреваются, как и яблоки, плохо окрашиваются, меньше набирают сахаров. Итак, с чего я всегда рекомендую начать обрезку? С осмотра дерева. Обойти дерево вокруг и посмотреть, как распределяются скелетные ветви вокруг кроны. Чтобы не было такого. С одной стороны веток много, вот как здесь, обратите внимание, с другой стороны веток мало или нет совсем. Крона должна иметь уравновешенный вид, симметричный, хотя бы в двух плоскостях. Итак, мы смотрим нашу крону. С этой стороны, как вы видите, веток заметно больше. И одну из этих ветвей нам придется убрать, чтобы она не загущала и не утяжеляла эту часть. Здесь у нас будет заложен первый, самый важный ярус. И в нем останется раз, два, три, четыре ветки. Можно закладывать и пять, но четырех вполне достаточно. И здесь уже идет процесс закладки второго яруса. Видите, у нас целый веник, метелка прекрасных побегов, среди которых мы должны будем оставить только самые лучшие, которые идут в нужную нам сторону и не пересекаются друг с другом. Но сначала я всегда советую после осмотра убрать то, что однозначно мешает. Это перекрещивающиеся ветки, трущиеся, растущие внутрь кроны, но, естественно, больные, поломанные и усыхающие. Вот здесь мы будем удалять вот эту, вот эту и вот эту веточки. Они растут внутрь кроны и однозначно им здесь не место. Вырезаем их без пеньков. Нам они здесь не нужны. Обратите внимание, вот на эти две ветки. Они мне не нравятся. Вернее, не нравится одна из них. Сейчас решим, которая конкретно. Они находятся очень близко друг от друга. Они находятся в одной плоскости. И со временем они будут пересекаться, тереться, мешать друг другу. Одну из них желательно все-таки удалить. Вот это идет больше вот в ту сторону. Это со временем может лечь на вот эту скелетную ветвь. Соответственно, вот ее красавицу я и вырежу. Чтобы она не ложилась, не накладывалась. Вот посмотрите, здесь скелетная ветка первого порядка отходит от ствола. Но она тоже вот близко вот с этой веткой и вот с этой веткой. Поэтому здесь создается лишнее загущение. Вот эта ветка ее подавляет, затеняет. Плюс, повторюсь, здесь слишком много веток в одном месте. Вот ее я и удалю на кольцо. Все, мы ее убрали. Убираем вот эту. Потому что, опять же, видите, если эта ветка со временем покроется плодушками, она именно так и сделает. Она начнет клониться и будет мешать вот этой ветке. Или наоборот. Эта ветка и так находится в невыгодном положении. Она затеняется вот этой частью скелетной ветви, более выгодной, более удобной для ухода. Если на ней образуется груша, она со временем начнет клониться, мешая уходу за приствольным кругом, за участком в целом. Поэтому я ее тоже уберу. При обрезке груши, как и при обрезке яблоней, очень большое внимание уделяется от угла отхождения ветвей. То есть острые развилки нежелательны. Их мы либо убираем, вырезая такие ветви, либо, если убрать их невозможно или нецелесообразно, ветка расположена в хорошем месте, мы их ослабляем. И следующий момент. Очень важно при обрезке отдавать преимущество веткам, которые идут как можно более полого. То есть в данном вот случае, обратите внимание, у нас есть ветка, идущая почти горизонтально, и вертикальный волчок. А здесь у нас еще целый пучок разных маленьких веточек. Я сделаю так. Да, я пожертвую здесь, возможно, одной грушкой, но пускай лучше здесь сформируется хорошая, мощная, обрастающая ветка. Второй момент, характерный именно для груши. Если у яблони, если у черешин мы активно применяем такой прием, как укорачивание, хорошее укорачивание, для груши желательно все-таки побеги вот такие укорачивать по минимуму. Почему? У современных сортов очень хорошо развита закладка цветковых почек даже на приросте прошлого года. Оставлены вот такие вот ветки, вот такие ветки длинными, только с прищипнутой верхушечкой. Мы сейчас выберем почку вот так. Они, скорее всего, в течение этого вегетационного сезона покроются плодушками. Плодухами. Вот обратите внимание, эта прошлогодняя веточка, она уже заложила два таких копьеца прутика маленьких, хорошеньких. А эта ветка может заложить такие же плодовые образования в этом году. И под тяжестью урожая в следующем году она начнет потихонечку отклоняться, принимая очень красивое положение. Поэтому у груши лучше вырезать лишние загущающие ветки на кольцо, удалив их полностью из кроны, но не укоротить. И оставить несколько вот таких длинных веток, даже где-то помочь им отогнуть их, повесить грузик, оттянуть, чтобы ускорить закладку на них плодовой древесины. Еще немножко поработаем с этой частью кроны. Я хочу получить широкую крону, раскидистую крону для этой груши. Поэтому вот эту ветку я убираю, отдавая преимущество вот этой, вот этой и вот этой. Здесь, обратите внимание, я хочу дать шанс вот этой веточке, немножко ее укоротив, на наружную почку. Возможно, здесь сформируются обрастающие цветковые почки. Какое-то время эта веточка будет выполнять функцию плодоношения. А со временем, через 2-3 года, я ее уберу, чтобы обеспечить нормальный подход к кроне. Вообще, я считаю, что дерево должно быть обрезано так, чтобы вы имели возможность хотя бы с двух сторон подойти к его стволу, взять за руку, иметь доступ к телу. Видите, мне немножко мешает, но она еще маленькая. Но вот со временем я так смогу. И даже забраться вовнутрь, когда дерево станет большим. Потому что вам же за ним потом ухаживать. Итак, сейчас мы еще немножко проредим. Вот здесь у нас, видите, была поломана веточка. Часто зачистить этот срез, не оставлять заломов. А то они так никогда не заживут. Это мы с вами в прошлом году черенки заготавливали. Вот оставили такие небольшие побеги. Из них проснутся новые веточки. И мы уже в течение вегетационного сезона будем их перенаправлять в нужную для нас сторону. Вот обратите внимание, сначала ветка шла очень хорошо туда, куда нужно. И потом я что-то завернула. Захотелось ей стать главной веткой. Меня это не устраивает. И я бы ее могла прищепнуть и так далее. Но здесь уже сделаны два среза, которые мы делали осенью при заготовке черенков. А чем меньше срезов, тем лучше. Поэтому, как бы мне не было жалко эту хорошую ветку, я сделаю срез с переводом на вот эту боковую. Пускай здесь лучше. Будет ветка покороче, но она станет мощнее. Она образует новые ветки. И я из них буду закладывать уже обрастающие ветки второго-третьего порядка для первого яруса. Итак, убираем. Идеально. Пахнет вкусно. А сейчас самое важное и сложное. Это формирование закладка второго яруса у этой груши. Во-первых, мы должны выбрать нового проводника. Обратите внимание, здесь каждая почка дала побег продолжения. Вот проводник, вот один конкурент, второй конкурент, третий конкурент, четвертый конкурент. Полно конкурентов. Но проводник должен быть один и серьезный, а конкуренты либо удаляются, либо ослабляются. Итак, что мы сделаем? Я выбираю наиболее вертикальный из конкурентов и перевожу на него. Некоторые бы сказали, так в чем вопрос? Вы срежьте это, 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 а ставьте вот это. Ну вот представьте, на стволике у меня будет три среза. Три открытые раны, даже замазанные раны, но все равно это три раны. Это для растения нехорошо. Чем меньше срезов, тем лучше. Поэтому лучше я сделаю один срез, но большой, чем несколько маленьких на стволике. Итак, сейчас мы возьмем сруйозную технику. Я выбираю, вот этот будет у меня проводником. Он идет под довольно острым углом, отходит. И удаляем предыдущего проводника вместе с конкурентом. Можно? Вот теперь это у нас проводник. Остальные конкуренты, и они должны быть ослаблены. Но сначала давайте посмотрим вот сюда. Несколько веток, которые идут по стволу в разные стороны. Две ветки вот рядышком. Они у нас практически конкуренты. Это растет очень слабо. У нее нет никаких, так сказать, амбиций стать хорошей скелетной веткой. Мне такая ветка не нужна. Я предпочту выгнать новую ветку из вот этого молодого побега, нежели вот из этого, который остановился в росте. Я его уберу прямо сейчас. Раз, два. У нас будет немножко разрежена ярусная крона. Смотрите, вот две скелетные ветки, вот третья скелетная ветка. Отлично. Эта ветка идет вот, очень близко. Я лучше оставлю вот эту ветку. Она очень пологая, она очень хорошая. Эту я уберу. Раз, два, три. И я ее укорачиваю, но не сильно, на почку, которая идет наружу, на меня. Эту аналогично. Итак, смотрим. Раз, два. Сейчас наша задача разобраться вот здесь. Есть ли у нас ветки, которые будут конкурировать? Сейчас немножко еще срез подчищу. Вот эту укорачиваем сильнее. Здесь очень хорошая ветка, как раз занимает вот этот пустой сектор кроны. Эту мы потом переведем сюда ближе. И вот здесь у нас, смотрите, как получается. Несколько веток идут рядышком. Вот это и это друг другу будут мешать. Как это ни жаль, но я ее уберу. Итак, вместо трех срезов у меня получилось два все-таки. Укорачиваем чуть-чуть. И смотрите, еще один нюанс. Для того, чтобы проводник у груши хорошо себя вел, а те ветки, которые мы оставили, не вздумали с ним конкурировать, разница между их высотой должна составлять порядка 30-40 сантиметров. То есть проводник должен быть сантиметров на 30, не меньше, выше оставленных веточек. Еще вот здесь вот более красивая почечка. И, кстати, здесь очень пригодился бы отгибатель ветвей, чтобы зафиксировать ее в нужном нам положении. Как и здесь, так и хочется ее вот так оттянуть. Но это можно будет сделать уже позже при помощи распорок. И, наконец, я всегда прищипываю верхушку проводнику на почку, которая идет к условной оси. Вот она на верхушечке. Это хорошо развитая, живая, здоровая почечка. Вот она, видите? Вот отсюда пойдет новый побег продолжения и вытянет эту ось. Вот эта вот кривизна, которую вы сейчас видите, она выровняется и будет незаметна практически со временем. Зачем нужна эта прищипка? Чтобы спровоцировать закладку вот в этой зоне еще скелетных ветвей. Вообще на дереве должно быть, на современном дереве, порядка трех ярусов, не больше. Я вообще считаю, что дерево должно быть пониже, чтобы за ним было удобно ухаживать, удобно обрабатывать. Чтобы оно наставляло радость садоводу во всех отношениях. Итак, мы снизили крону, мы заложили яруса. И сейчас второй очень важный момент, который ни в коем случае нельзя пропускать для молодых деревьев. Это замазка срезов. Кстати, многие мне могут сказать, что, Юль, ты это как-то щадяще обрезала, я бы обрезал жестче. Я хочу сказать следующее. Очень жесткая обрезка, особенно груш, может спровоцировать очень сильный рост и отодвинуть плодоношение. Поэтому с грушами надо чуть-чуть, так сказать, помягче. Кстати, не забывайте замазывать срезы. Особенно на молодых деревьях. Ведь для них даже небольшая язвочка может оказаться критической. А если дерево заразится каким-то бактериальным раком, то для молодого дерева это вообще трагедия. Можно замазывать садовой краской, садовым варом. Я вот сейчас для себя использую такой бальзам-живица. Мне он чем нравится? Во-первых, полностью натуральный состав. Во-вторых, он незаметен на дереве. Вот, хорошо ложится. Главное, перчатку одеть. Это потом руки будете отмывать. И я всегда, чем моложе дерево, тем тщательно я замазываю срезы. На совсем молоденьких я замазываю даже срезы вот на таких веточках. Однолетний прирост, который на больших деревьях обычно никто не замазывает, и я тоже. Ну и, конечно, тщательнее всего замазываем срезы на стволе, которые пришли здесь, где мы выбивали ветки. Особенно вот это. Часто люди где-то упускают, плохо замазывают, и здесь проникает какая-нибудь древесная гниль, и срез не заживает. А у дерева получается как будто, знаете, такая скрытая инфекция, которая развивается очень долго и может изрядно попортить здоровье растению. Даже старые срезы можно немножко так подновить, подмазать. Вот тщательно замазываем срезы на стволе, на скелетных ветках. Это основа здоровья. И теперь можно приступать к обработке сада, к первой весенней обработке. Вы знаете, очень много мнений насчет того, нужно ли красить деревья, и какого возраста деревья нужно красить. Кто-то говорит, красить нужно только деревья старше 3-4 лет, кто-то говорит, что старые деревья нужно красить. Я считаю, что красить нужно все деревья, независимо от возраста. И только что посаженные, и те, кому минуло 8, 10, 12 и более лет. Почему? За 20 с лишним лет работы в садах я видела очень много солнечных ожогов, морозобоин, разрывов коры именно у непокрашенных деревьев. Но ни одной морозобоины я не видела на дереве, которое было покрашено даже год назад, а кора хотя бы сохранила немножко краски. В конце концов, законы физики никто не отменял. Днем, особенно сейчас, март месяц, температура воздуха выше нуля, иногда до плюс 10 прогревается. Ночью минус 5. И перепады температуры рвут перегревшуюся темную кору. Светлая кора покрашенная не нагревается, не рвется так сильно, как у непокрашенных деревьев. А для молодых саженцев это тем более важно. Их кора лишена корки, пробки, которая защищает более возрастные деревья. И она очень сильно страдает от солнечных ожогов. Буквально несколько солнечных дней или даже один солнечный день, и на стволике молодого дерева образуются некрозы, которые плохо заживают, легко заражаются другими болезнями, и даже такие деревья гибнут. Некоторые возражают, очень многие, кстати. Краска удушает деревья. Особенно молодые, поэтому красить их нельзя. Неправда. Да, на коре есть чечевички, которые растения используют для дыхания, когда оно вегетирует. Зимой растения не вегетируют. Первое. Второе. Любая садовая краска не образует сплошного воздухонепроницаемого слоя. Наоборот. Обратите внимание. Она растрескивается. Она дышит. И, наконец, третье. Ребят, ну вспоминаем курс ботаники, школа. Основной орган дыхания растений – лист. Лист, а не кора. Поэтому красим, защищаем, заботимся о деревьях, и тогда они будут жить долго, счастливо и плодотворно. Кстати, приобрести садовые инструменты для ухода за садом вы можете в нашем магазине «Процветок». А также садовую краску, бальзамы, садовый вар – все то, что нужно для того, чтобы сохранить здоровье сада на долгие-долгие годы. Процветание вам и вашему саду. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч на канале «Процветок».